Здравствуйте, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня 28 мая. Бучанский мясник и военный преступник Владимир Путин впервые прокомментировал заявление генсека НАТО Янса Столтенберга о том, что Запад должен снять ограничения на применение украинцами западных вооружений по российской территории. Путин сказал, что Столтенберг должен понимать, что для того, чтобы вот такое дальнего радиуса действия оружия, как те же Storm Shadow, могло применяться по России, необходимо целеуказание со спутника. А давать это целеуказание должны страны НАТО. И таким образом, намекает Путин, они становятся соучастниками ударов по глубине российской территории. И далее Путин начинает угрожать уже непосредственно странам НАТО в Европе. Представители стран НАТО, особенно в Европе, в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что ведь они, как правило, государство с небольшой территорией и очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории, заявил Путин. Что это? Это очередной блеф бучанского мясника Путина. Блеф, который уже неоднократно ранее останавливал важные решения НАТО в пользу Украины. Решения, которые в конечном итоге все равно принимались, красные линии Путина пересекались, а Путин ничем не мог ответить. Потому что Путин на самом деле чудовищно боится Североатлантического альянса. И, конечно, раз он вышел с таким заявлением именно сейчас, он понимает, что решение о том, чтобы разрешить украинцам использовать оружие дальнего радиуса действия по глубине российской территории, может быть принято со дня на день. И Путин пошел ва-банк. Он начал открыто угрожать странам НАТО. Особенно, как он говорит, странам с небольшой территорией и с плотным населением. Кому именно он угрожает? Вероятно, таким странам, как та же Швеция, например, может быть странам Балтии, может быть той же Польши. Потому что именно эти страны сейчас активно выступают за то, чтобы действительно снять совершенно идиотские и бесчеловечные ограничения на применение американского, немецкого, любого другого оружия с точки зрения географии. Ибо никакой военной логики. Только трусость, трусость, которую, конечно же, Путин, как алчный и падальный хищник, очень хорошо чувствует. Как чувствует гиены запах крови. Он видит страх и он продолжает на него давить. Ну что ж, получится ли у Владимира Путина это сделать? Получится ли ему в очередной раз отсрочить вот то самое решение, которое все равно, конечно, будет принято? Будет разрешение на удары атаком сами по глубине российской территории? Мы посмотрим. Ранее, как мы видим, Путину удавалось. Например, трясущийся буквально от страха перед ядерной эскалацией советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, как мы помним, прямо влиял на то, чтобы не давать Украине ракеты ЭТЭКМС. В результате Украина получила ЭТЭКМС только сейчас, а не два года назад. В результате Украина получает на полтора года позже самолеты Ф-16. В результате Украина получает танки Абрамс и Леопард на 12 месяцев позже того срока, когда они могли бы начать выделяться. Ну и, как мы понимаем, благодаря вот такой трусости, таких как Салливан, возможно, Джо Байден, возможно, Олаф Шольц, Путин начал свою очередную авантюру. В данном случае открыл Харьковский фронт. Он бы не был открыт, если бы Россия знала, что все ее войска, которые скапливаются на Белгородчине, были бы уничтожены теми же ракетами ЭТЭКМС. Вот и немецкая газета Билд пишет сейчас, что украинские солдаты жалуются. Россия сейчас, имея артиллерию на Белгородчине, обстреливает с безопасного расстояния соседнюю Харьковскую область, выпуская каждую минуту по 5-10 снарядов. А в совокупности в течение суток 5000 снарядов. И ни один украинский снаряд не может отправиться в ответ. А уж тем более ни одна ракета ЭТЭКМС или Стормшеду. Даже несмотря на то, что тот же глава МИД Великобритании заявил, что Украина вроде как вправе использовать английское оружие для ударов по российской территории. Но, очевидно, из-за несогласия с этим администрацией Байдена, Украина, как я и говорил, конечно, не запустит ни одну ракету Стормшеду по Белгородчине. И, как говорится в этой статье газеты Билд, оказывается, когда однажды Украина применила Патриот для уничтожения российской авиации над территорией России, очевидно, речь идет о той истории в мае прошлого года над Брянщиной, оказывается, в Киев последовали гневные звонки из Вашингтона и Берлина, и стороны пригрозили украинцам перестать поставлять зенитные ракеты для систем Патриот. Большего позора для западных лидеров просто и представить себе нельзя. Потому что именно из-за вот этого ничтожного и абсолютно трусливого подхода украинцы теряют территорию, украинцы истекают крови, украинцы вынуждены отступать, украинцы теряют своих лучших людей. И, конечно, Путин видит всю эту нерешительность, видит, что его угрозы все-таки имеют значение, его игры с тактическим ядерным оружием, посты Медведева, который является мартышкой на левой руке Владимира Путина, тоже играют свою роль. Путин видит, сейчас активизировались дискуссии по поводу того, а разрешать или не разрешать Украине бить по российской территории западным оружием. То есть, иными словами, а разрешать ли украинцам использовать таблицу умножения во всех случаях, или в некоторых случаях нужно пользоваться, например, астрологией. Путин видит, что Запад вновь расколот, что одна часть членов НАТО выступает за удары по российской территории западным оружием, а другая часть НАТО выступает против. Против выступают немцы, итальянцы, американцы, я имею в виду, конечно, администрации. Ну вот Путин и начинает бить в эту трещину. Поразительно, но лидеры НАТО до сих пор ведутся на эту утку. Они до сих пор верят в то, что Россия может ответить странам НАТО военным, может быть, полувоенным образом. Но ведь всем понятно, что это чистый абсурд. Россия не нападет на НАТО. Ибо в России прекрасно понимают, что будет в этом случае поставлено на карту. В этом случае поставлено на карту, во-первых, будет выживание конкретных российских руководителей, да и существование самой России, которая просто-напросто вместе со всем своим населением может превратиться вот в тот самый радиоактивный пепел, которым любят грозить мясник Владимир Путин, его мартышка Дмитрий Медведев, а также различные пропагандисты. Не пойдут они на это. Ибо прекрасно понимают. На самом деле, если украинцы используют западное оружие, но сами, без участия непосредственного западных военных по российской территории, то, разумеется, это не будет считаться нападением НАТО на России. Потому что Украина имеет полное право использовать любое оружие, которое у нее в распоряжении, так как она посчитает нужным. Ибо она обороняющаяся сторона, защищающаяся от агрессии. И, разумеется, имеет полное право бить по легитимным российским военным целям на российской территории в том числе. Ну и наоборот, если Путин нападет в ответ на НАТО, то это будет именно что? Инициатива России. Это Россия будет агрессором. А Североатлантический Альянс в данном случае будет обороняющейся стороной. И, разумеется, населением стран Европы очень легко будет объяснить, почему НАТО даст сокрушительный и жесткий ответ Путину. Почему по России полетят ракеты и бомбы. Почему российское население должно будет узнать, что такое настоящая война с НАТО. Ну и это уже не говоря о том, что на самом деле Владимир Путин вот этими своими интересными заявлениями фактически признает, что не аннексированный Крым, не аннексированные же российские Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области не являются никакими российскими. Ведь известно, что украинцы уже давно и очень эффективно наносят удары в глубину оккупированных территорий на том же Крымском или Донецком или Луганском направлении только за последний месяц атакам показали свою невероятную эффективность, которую, разумеется, видит и бучанский мясник Путин. И что же в этом случае Путин не вопит о том, что происходит атака на его территорию? Ведь официально по Конституции Крым и вот эти четыре области являются именно что частью российского государства. Ну, конечно, это на самом деле секрет Полишинеля. Путин знает, что он вор, что все эти территории не его, а украинские. Но это означает и другое. То, что на самом деле Путин не отреагирует на удары по глубине собственно международной признанной российской территории. И, конечно же, еще одна причина, по которой Путин вот так заистерил, заключается в следующем. Он увидел, что у России на самом деле нет никакой возможности противодействовать ракетам «Этэкмс». Старый баллистический «Этэкмс» с кассетной или унитарной боевыми частями, которые были изобретены в конце 80-х годов, наголову крушат все российские ПВО, в том числе так называемые современные С-400. И все, что остается у Владимира Путина, это отнюдь не военное оружие, ибо Россия, это деградировавшее, отсталое держава, не способна на самом деле противодействовать странам. НАТО на поле боя. А это именно что? Вот все те же политические угрозы, за которыми каждый раз маячит ядерная карта. Ядерная карта, которая прямо сейчас выбивается украинскими же силами из рук Путина. Хотя кто бы мог подумать, Украина не ядерная страна, бьет глаза ядерной триады Путина. Я имею в виду, конечно, удары по за горизонтным радиолокационным станциям. И, таким образом, вся эта история, конечно, в очередной раз показывает, сколь же все-таки осторожны, нерешительны и, в конечном итоге, трусливы многие западные лидеры, которые, прокормив машину Путина на протяжении всех этих лет и десятилетий своими деньгами и технологиями, благодаря чему Путин теперь и начал войну против Украины, сейчас прячутся по кустам, и из них буквально приходится клещами вытаскивать ту элементарную помощь, которую заслуживает украинская нация, борющаяся за те ценности, которые западный лидер продали, за китайский ширпотреб и за российские энергоносители. Всем западным лидерам, которые сейчас выступают против права Украины использовать западное оружие для ударов по России, должно быть стыдно. Пусть посмотрят в зеркало и посмотрят в глаза украинским женщинам и детям, которые прямо сейчас гибнут на том, уже харьковском направлении, в самом городе Харькове, именно потому, что Украина не имеет права до сих пор бить американским, немецким и другими видами вооружения по глубине российской территории. Если Джо Байдена, Джейка Салливана, Олафа Шольца, главу МИД Италии и прочих, кто сейчас выступил против того, чтобы украинцы использовали западное оружие для ударов по России, устраивает такое положение дел, ну так пусть они выйдут и прямо скажут. Нам наплевать на жизни украинских женщин, детей и просто мирных людей в том же Харькове. Нам главное это сохранить баланс сил и в конечном итоге бизнес as usual с Россией. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Я напоминаю, что вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым вашим роликом. Низкий поклон всем, кто помогает нам, потому что ваша поддержка позволяет нам работать дальше. До скорого!